Всем привет! В процессе отсмотра материала, который я снял для куб-репорта настольной игры Xena Shift, я понял, что материала слишком много для того, чтобы уместить его в стандартный формат этой рубрики. Поэтому данное видео, которое вы вот сейчас будете смотреть, это скорее такая краткая выжимка. То есть непосредственно краткий рассказ об игре без какой-либо конкретики, без реальных примеров, без приколов, болтовни за кадром и всего того, что, на мой взгляд, делает каждую партию, в общем-то, живой и уникальной. А в ближайшее время я опубликую на канале так называемую полную версию данного видео. В общем, если вам нужна только суть и краткий рассказ об игре, смотрите это видео. А если захотите почувствовать себя частью нашей компании и увидеть игру так, как ее видели мы, ждите полное видео. Привет, кубисты! Мы сегодня снова в магазине Bans Games и опять играем в отличные западные игрушки. И сегодня, наконец-то, я добрался поиграть в отличную игру, которая называется Xena Shift. Это полностью кооперативная такая выживалка, в которой нам в качестве бойцов некоего космического десанта предстоит отражать атаки, собственно, этих самых Зиносов, Ксеносов, то есть местных инопланетных форм жизни, которые настроены абсолютно враждебно. Вот здесь у нас рынок, с которого, собственно, мы себе покупаем новые войска, покупаем новое вооружение. Итак, собственно, что у меня есть на руке? У меня есть пять местных денежек. Мне попался ополченец, мне попался медбот, который всем моим войскам будет давать плюс две жизни. Там есть четыре карточки, в которых, собственно, наши эти космические тараканы, которые на нас будут нападать. Мне надо будет сейчас распорядиться своими деньгами так, чтобы накупить как можно больше полезных карт для себя и таким образом создать себе наиболее эффективную оборону. Но что на меня нападет, я еще не знаю. Важный момент, что игра это полностью кооперативная, поэтому мы можем обсуждать все свои действия, все свои покупки. И не просто обсуждать, а мы еще можем делиться картами. То есть я могу реально купить что-то не только для себя, но и купить для своих сородичей, для своих бойцов других. Мы еще в третьем раунде, это первая волна, соответственно, мы можем покупать только верхний ряд. На четвертый, пятый, шестой раунд мы сможем покупать второй ряд карт, на седьмой, восьмой, девятый, третий. Ну что, так как я первый игрок, с меня начинается нападение. Сейчас как раз мы покажем, как это здесь происходит. Я открываю первую карту, смотрю, кто там. Это Чарджер. То есть что он творит, этот гаденыш? Он пробивает его насквозь? Если он его пробивает, то оставшийся лишний переходит на следующего бойца. Ну, то есть, к сожалению, этот гаденыш у меня получает три урона, остается с двумя хитами. И в ответку бьет ему аж на четыре. У него всего единичка здоровья, Чарджер умирает. Следующий. Начинается новая волна, каждый получает по три монетки. По три, то есть теперь вот так. Круто. В новой волне мы получаем уже не единичные денежки, а тройные. А в сбросе мы превращаем тоже свои три единички. Сразу же автоматически превращаем в троечку. А мы, между прочим, уже перешли в четвертую. Четвертый раунд. Во вторую волну. То есть к нам могут сейчас опять прийти боссы. У наших босс появилось второе свойство для второй волны. И появились новые бойцы, которые, во-первых, сами по себе сильнее по параметрам. Плюс у них еще очень интересные свойства. Как показывает опыт первой партии, самое важное, что есть в этой игре, на самом деле, это покупка карты снаряжения, логично. Вот эти карты, на самом деле, делают самую важную работу в этой игре. И при этом они каждую игру будут разные. То есть вот именно их набор будет каждый раз... Это что? О, Леш показывает варианты. Это только варианты? То есть у каждой еще своя колода есть, да? Да. А еще в коробке игры такой вот потрясающий органайзер, в который все карты входят даже в протекторах. Несмотря на наши нерадостные предсказания, мы дожили такие до третьей волны. И знающие игроки смотрят сейчас на нас так, качают головами, говорят, что... Ну вот теперь, короче, вы узнаете настоящую игру. Больно. Да, будет больно, будет жестко, но тем не менее у нас есть новые бойцы, которые совсем крутые. Которые стоят только четверочки, но они с очень хорошими параметами. Еще разок хочу отметить эту потрясающую механику, что карточки на более поздних этапах игры развиваются, карты ресурсов складываются в следующие. То есть вот три единички у меня превращаются в тройку, а две тройки в сбросе превращаются в шестерку. Таким образом, пять карт у меня превратились всего лишь в одну, которая дает мне ресурсы. Карт таким образом у меня будет меньше, колода будет тоньше, а значит до нужных и полезных карточек я доберусь быстрее, причем не в ущерб своим суммарным ресурсам. Это очень-очень ценно для любой колодостроительной игры, мне кажется. Ну что ж, наша партия в игру под названием Zina Shift закончилась. Игра очень клевая, она мне очень понравилась. Мне кажется, ее можно назвать таким кооперативным Tower Defense. Это очень правильное описание, это действительно защита базы, тебе нужно очень четко кооперироваться с другими игроками, тебе нужно очень хорошо понимать, что ты делаешь, что тебе нужно купить, при том, что ты в принципе не всегда знаешь, какая угроза к тебе придет. В общем, у меня очень положительные впечатления от этой игры, я с удовольствием сыграл бы в нее еще одну партию и, наверное, даже и не одну. Этим летом будет жарко даже в глубоких шахтах. Издательство «Стиль жизни» объявляет всероссийский турнир по гномам-вредителям. Победители представят Россию в мировом финале в Будапеште.